Маленький брещанин Адам вместе со своей мамой находится в травматологическом отделении детской областной больницы всего несколько дней. Последний летний месяц запомнится мальчику совсем нерадостным событием. Диагноз «компрессионный перелом позвонков» заставил задуматься о безопасности ребенка всю семью. Как мы сюда попали? По собственной глупости. Ребенок залез под батут. Игрались во дворе. Он залез под батут, а второй мальчик его не видел и сверху пройдет. Он пришелся удар по позвоночникам сверху. Ну что мама сделала, какие выводы. Просто постоянно надо вообще даже не отворачиваться, когда дети играются, особенно если не один, а больше. И таких раненых бойцов, как Адам, в травматологическом отделении много. Переломы со смещением и без, поврежденные сухожилия, обширные раны. Диагнозы у ребят разные, но итог один. Вместо прогулок во дворе они лежат на больничных койках. Причем девочки количественно не уступают мальчикам. Сейчас стало намного меньше спортивных травм, намного меньше стало травм в результате ДТП. Хотя, скажем так, цифрами это не озвучишь, потому что реальное ДТП – это трагедия для определенной семьи. И здесь, ну как бы, статистика не очень помогает. К сожалению, стало больше травм, связанных с прокатом самокатов, велосипедов, скутеров и других устройств. Это травма у нас идет как уличная, поэтому тоже четко мы не можем определить статистику. Но если заняться выборкой, то да, есть тенденция к увеличению таких вот травм. Вот. Но, в общем, именно по ДТП, к счастью, и по спортивным травмам статистика у нас положительная. Сегодня дети с переломами костей и другими травмами проводят в стационаре больницы намного меньше времени по сравнению с прошлыми годами, говорят специалисты. И причина здесь не только в качественном медицинском оборудовании. Время проложенной госпитализации намного ниже, чем раньше, потому что мы сейчас внедрили, шире используем малоинвазимные оперативные вмешательства. Поэтому на больничной койке дети проводят в основном около 10-12 дней. Но, конечно, бывает больше, бывает меньше. Приблизительно. Раньше у нас проводилось лечение скелетным вытяжением, все было, конечно, в койке намного больше. Сейчас мы шире оперируем, поэтому проложенной госпитализации меньше. Но сроки сращения костей, они же те же остаются. То есть дети долечатся в поликлинике, и проблема-то у них та же остается. Если переломанные кости срастаются, а растянутые сухожилия восстанавливаются, то попытки детей попробовать незнакомые ягоды могут стать роковыми. Такие любители экспериментов зачастую попадают сразу в реанимацию. Это связано и с летним периодом, потому что все цветет, все растет, детки все новое тянут в рот и угощают сверстников до кого угодно. И порой не моют это. И это, как всегда, выражается пищевыми отравлениями, которые приводят их тоже в больницу. Совет надо, конечно, тоже, наверное, с ними собирать урожай вместе, мыть руки. Солнечные и тепловые удары – еще одна опасность, которая может коснуться ребенка. Слабость, повышенная температура – первые симптомы. И здесь родители должны быть на чеку и не заниматься самолечением. Кстати, пациентов с таким диагнозом в детской больнице этим летом практически не было. Это лето, оно особенное, потому что мы все имеем встречу с непонятным вирусом. И ответственность именно в этом плане родителей достаточно высока, это надо отметить. И именно в этом году солнечных тепловых ударов практически не было. Это, наверное, говорит о том, что все-таки многие детки были под контролем жестким. Контроль родителей – это очень важно, говорят врачи. Но и сами дети самого маленького возраста должны осознавать – наша жизнь в наших собственных руках. Детки, будьте осторожны и слушайтесь маму и папу. То, что вам говорят родители – это не пустой звук.